Здравствуйте! Вы смотрите новости на телеканале CBC в студии Олег Амербеков. И в начале коротко о главных темах. Мирная акция азербайджанских экоактивистов на дороге Лачин-Ханкянды не прекращается уже больше 40 дней. Протестующие намерены стоять столько, сколько потребуется. Совет Европейского Союза одобрил отправку долгосрочной гражданской миссии в приграничные с Азербайджаном районы Армении, сообщает пресс-служба одного из главных органов ЕС. Издевательства над Кораном в Европе продолжаются. На этот раз в Гааге, в Нидерландах, активист разорвал священную книгу. Акция протеста на дороге Ханкянды-Лачин длится уже 43 дня. Азербайджанские экоактивисты и представители неправительственных организаций протестуют против незаконной эксплуатации месторождений полезных ископаемых в Карабахском экономическом районе Азербайджана. Они заявляют, что намерены продолжать акцию до тех пор, пока их законные требования не будут выполнены. И вот по сегодняшней информации продолжается беспрепятственный проезд автомобилей, принадлежащих российскому миротворческому контингенту по дороге Ханкянды-Лачин, где проходит акция протеста. В направлении Ханкянды проехал один легковой автомобиль, из Ханкянды-Лачин один грузовой автомобиль российского миротворческого контингента. В целом сегодня через территорию проведения акции проехали 55 автомобилей РНК и 10 автомобилей Международного комитета Красного Креста. Ситуацию на акции протеста на дороге Ханкянды-Лачин отслеживает наша съемочная группа. На прямую связь с нашей студией выходит мой коллега Мурат Ахундов. Мурат, добрый вечер. Расскажи, что сегодня происходило на месте проведения акции. Добрый вечер, Олег. Добрый вечер. Приветствую тебя из города Шуша еще раз. Уже сегодня продолжается акция азербайджанских экоактивистов против экоцида и эко-террора на территории Азербайджанской Республики, где временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Уже сегодня 43-й день, заканчивается 43-й день. И, как вы видите, несмотря на морозную погоду, азербайджанские экоактивисты, волонтеры, представители гражданского общества, а также другие люди, которые прибыли сюда и продолжают акцию, несмотря ни на что, 24 часа в сутки, уже 43 дня, вот уже заканчивается 43-й день, продолжают экоакцию. Они, как всегда, заявляют, что пока не будут выполнены все требования азербайджанской стороны, азербайджанских экоактивистов и не будет прекращен экоцит на территории Азербайджана, где проживают армяне, армянское население, а также временно дислоцирован российский миротворческий контингент. Эта акция будет продолжаться. И, как мы видим, 43-й день эта акция продолжается. Напомню, что наша съемочная группа находится здесь с первого дня экоакции. И еще раньше мы также были здесь, когда азербайджанских экологов, мониторинговую группу, не допустили к мониторингу на природном месторождении Газелбулак и Дамирле, медномолибденовый Дамирле и золоторудного Газелбулак. Тогда они столкнулись с провокацией армянских сепаратистов, которые не пустили их к двум этим месторождениям, вышеперечисленным. И после этого с 12 декабря продолжается экоакция азербайджанских экоактивистов. Здесь достаточно холодно. Хочу сказать, что морозная погода, но несмотря на это продолжаются. Азербайджанские экоактивисты и волонтеры, которые сейчас стоят за мной, а также с противоположной стороны, они продолжают скандировать лозунги, призывают остановить экоцит, эко-террор, а также допустить азербайджанских экологов к мониторингу. Также сегодня, как ты уже отметил, проехали автомобили и колонны как Международного комитета Красного Креста, так и российских миротворческих сил. 55 автомобилей и грузовиков российских миротворцев сегодня проехали по этой дороге, а также с утра несколько автомобилей и машин Международного комитета Красного Креста также направились со стороны Ханкианды по этой дороге, в сторону Лачинской дороги и дальше в Армению. Это еще раз показывает, что акция азербайджанских экоактивистов абсолютно носит мирный характер. Здесь никакой, соответственно, блокады или чего-то там еще, о чем постоянно говорят армянские и сепаратистские источники, и то, что они пытаются донести до всего мира свою ложную информацию, ложную политику, но это им свойственно. Соответственно, это все показывает, что никакой блокады нет, и все это носит исключительно такой характер манипуляции мировым сообществом. Но, опять же, здесь есть телеканалы, здесь есть азербайджанские телеканалы, также на протяжении всей экоакции мы также видели, что есть и международные журналисты, которые также освещают это событие, эту акцию. Все кадры доказывают и показывают мировому сообществу, что нет никакой блокады, и автомобили с гуманитарным грузом, а также автомобили и машины Международного комитета Красного Креста также беспрепятственно передвигаются как со стороны Ханкенди в сторону Армении, так и по этой дороге, только в обратную сторону. Сегодня в общей сложности свыше 60 автомобилей и грузовых машин также проехали по этой дороге, и, конечно, там был гуманитарный груз, а также предметы первой необходимости, что очень не соответствует той правде, якобы правде, которую показывают армянские сепаратисты о якобы каком-то там голоде или гуманитарном кризисе. Естественно, в этих автомобилях, в этих грузовиках есть продовольствие и все необходимые предметы и продукты для людей, что еще раз показывает, что эта акция с первых дней, с 12 декабря, носит исключительно мирный характер и направлена только на то, чтобы остановить экологический террор, экоцит на территории Азербайджана и допустить азербайджанских экологов к мониторингу. И других целей здесь никаких нет и не может быть. Вот сегодня уже 10-й час, достаточно холодно, поздно, но, несмотря на это, экоактивисты все еще находятся здесь, они продолжают скандировать лозунги, продолжают стоять и призывать к остановке экоцида на территории Азербайджана. Пока что у меня на этом все. Олег, я передаю слово тебе. Да, Мурат, большое спасибо. Мурат Ахундов, наш коллега, отслеживает ситуацию на месте проведения акции протеста на дороге Ханки-Анделачин. Европейский Союз согласился направить очередную миссию на армяно-азербайджанскую границу. Цитата. «Ее задачей станет повышение доверия в приграничных районах Армении и создание условий, способствующих нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном». Об этом говорится в заявлении. Также приводится цитата главы внешнеполитической службы ЕСЖЗП Бурреля о том, что создание миссии ЕС запускает новую фазу в усилиях Евросоюза на Южном Кавказе. Мандат миссии предусматривает проведение постоянного патрулирования и докладов Брюсселю о ситуации, что повысит понимание Европейского Союза ситуации на земле. Миссия будет способствовать посредническим усилиям главы Европейского Совета Шарля Мишеля, отмечается в заявлении. Мандат миссии рассчитан на два года, в ближайшее время будет назначена ее глава. В общении западного Азербайджана состоялась встреча с послом Турции в Азербайджане Джахитом Бахчи. До внимания дипломата было доведено, что правительство Армении отказывается восстанавливать в правах изгнанных азербайджанцев и продолжает лишать их права и возможности для проживания на родине. Было отмечено, что для обеспечения прав незаконно выселенных азербайджанцев с их исконных территорий необходима поддержка международного сообщества. Турция всегда была рядом в справедливой борьбе братского Азербайджана. Шушенская декларация еще больше укрепила наши отношения, подняла их до уровня союзничества. Анкара и впредь будет рядом с Баку. Для нас очень важны мир и безопасность в регионе. Руководитель пресс-службы общины западного Азербайджана Ульвия Зульфугар заявила, что процесс переписи западных азербайджанцев продолжается. Составлен список из более 100 тысяч наших соотечественников из западного Азербайджана, и этот процесс продолжается. Ежедневно в общину для регистрации обращаются 250-300 наших соотечественников азербайджанцев. На электронную почту поступило большое количество предложений от представителей общественности, ученых и зарубежных экспертов в связи с концепцией возвращения. В настоящее время эти предложения рассматриваются. Кроме того, в общине регулярно проводятся слушания, на которых свои предложения по концепции высказывают деятели науки, представители интеллигенции, члены правления. Европейский парламент продолжает выступать с провокационными заявлениями. Принятие очередного безосновательного документа против Азербайджана говорит о том, что структура не осведомлена о ситуации в регионе. Попытки Европейского парламента стать посредником сведены на нет. Последний документ Европарламента, принятый 18 января против Азербайджана, дает ясно понять, что некоторые парламентарии законодательного органа Евросоюза продолжают слушать одним ухом. Иначе какую оценку можно дать принятой однобокой антиазербайджанской резолюции? Заявление европарламентариев о немедленном восстановлении свободного передвижения по Лачинской дороге не имеет под собой никаких оснований. В резолюции также отмечается необходимость замены российского миротворческого контингента в регионе на миротворцев ОБСЕ. Такое требование евродепутатов вызывает много вопросов. Ведь для отправки мониторинговой группы требуется и согласие второй стороны, то есть Азербайджана. Одно дело, когда ее зовут, обе страны, которые находятся в конфликтной ситуации. Другое дело, когда зовет одна сторона, противовес другой. Это уже считается вмешательством во внутренние дела той стороны, которая возражает против приезда миссии ОБСЕ на свою территорию. Это имеет очень большое значение. Отправка второй миссии ЕС – это прямое нарушение достигнутых в Праге договоренностей, о чем напомнил в интервью президент Ильхам Алиев, позиционирующий себя в качестве демократического института Европарламент вдруг также начал беспокоиться о территориальной целостности Армении. А то, что эта же страна держала под окупацией 20% азербайджанских территорий, европарламентариев особо не волнует. С учетом международного законодательства, принятие данной резолюции не входит в компетенцию Европарламента. Поэтому данный документ – это всего лишь попытка подорвать отношения Азербайджана с Евросоюза. Судя по всему, нынешний уровень отношений Евросоюза и Азербайджана, поставки энергоносителей, будущий энергомост – все это кому-то не нравится. И если еще недавно, 2-3 года назад пытались азербайджанские энергетические проекты подрывать с помощью военной силы, то сегодня это делается с помощью резолюции Европарламента. Инструментарий изменился, а цели остались прежними. И если бы не было пикета экологов на Лочинской дороге, изобрели бы что-то другое. Удар по репутации Европарламент уже нанес нашумевший коррупционный скандал. Евродепутатов от Бельгии, Италии, Греции, Марка Тарабеллу, Андрея Кацалина и бывшего вице-председателя Еву Кайли подозревают в коррупции в рамках скандала, связанного с проведением Чемпионата мира по футболу в Катаре. Кроме того, Кайли наряду со своей коллегой Мария Спираке предположительно была замешана в мошенничестве с выплатами вознаграждений, в частности, помощником парламентариев. На этом фоне принятие резолюции против Азербайджана уже не кажется удивительным. Это лишь означает снижение престижа Евросоюза, но никак не влияет на политику Азербайджана. Жаля Гусейнова, CBC. На прямой связи с нашей студией наш гость, медиадиректор Global Media Group Гамид Гамидов. Гамид Борисович, здравствуйте, добрый вечер. Добрый. Ну вот в продолжении темы новость, которая вышла совсем недавно. Франция планирует принять участие в гражданской миссии, которую Евросоюз направит в Армению. Об этом заявила глава МИД Франции. Цитата, это очень важное решение, и Франция будет рада принять участие в европейской миссии, сказала министр. В общем-то, ну кто бы сомневался. Но сейчас много разговоров о том, что изначально, когда эта миссия была двухнедельной, но согласованной с азербайджанской стороной, были уже предположения о том, что Армения в дальнейшем будет пытаться пролонгировать эту миссию, увеличить число, значит, участников. Кстати, непонятно, кто будет в этой, как бы, гражданской миссии. Эксперты сходились на том, что там будут не только гражданские люди и так далее. Как вы считаете, вот армянская сторона, чего она пытается этим добиться? И в общем-то, в рамках того процесса, который сейчас Армения сама притормозила, это налаживание отношений с Азербайджаном, подписание мирного договора, как это все может повлиять? Это очередная попытка вот тянуть время? Во-первых, я отмечу, что вы совершенно правы, когда говорите, что еще когда была первая миссия европейцев в Армению, их было около 40 человек, по-моему, и на две недели они прибыли в Армению. Очень важно всегда, я считаю, подчеркивать, что эта миссия, многие путают, говорят, на армяно-азербайджанской границе, это миссия исключительно в Армении, просто они располагаются близ относительной, еще не утвержденной границы с Азербайджаном. Поэтому уже тогда было понятно, что армяне обязательно захотят пролонгации, а в первую очередь этого захотят их европейские партнеры и друзья. Чего добивается Пашинян, возможно, стоит поставить вопрос по-другому. Ну, Пашинян пытается выдавить Москву, я так понимаю, своей страны. Сам ли он это делает или он делает это при помощи своих так называемых европейских друзей, это другой вопрос. Но главная цель, как мы все понимаем, это выдавливание России из Армении. По всей видимости, на Западе решили, что сейчас очень подходящее время. Россия увязла войне в Украине, существенно ослабла и наверняка ее можно попытаться подвинуть на Южном Кавказе. Тем более, этого так хочет Пашинян. Вы сказали, на Западе решили. То есть тут мы опять возвращаемся к вопросу субъектности армянского руководства. Это все-таки на Западе решили или хочет Пашинян, или он вынужден исполнять те директивы и желания, которые на Западе присутствуют? Я думаю, и чисто идейно он сам по себе человек прозападный. И мы помним, как он приходил к власти, кто его поддерживал. Ну и понятно, что его основными хозяевами всегда были западные страны. Поэтому и идейно, я думаю, что он за то, чтобы Россия была выдавлена из Армении. Ну и его западные партнеры, которые в свое время помогли ему прийти к власти, конечно же, этого очень давно хотят и делают все для того, чтобы это случилось. И по всей видимости, сейчас они решили, что самое время. Как минимум, можно попробовать зайти вот таким вот образом. И Пашинян отказал проведение учений ОДКБ на своей территории, на территории Армении. И с радостью сейчас принимает по предварительным данным, по-моему, около двух тысяч вот этих вот наблюдателей, так называемых, собираются прибыть в Армению и на два года, если не ошибаюсь. Да-да-да, на два года. Конечно, среди них будет не... Это не просто какие-то там наблюдатели. Я убежден, что среди них большая часть этих наблюдателей это будут сотрудники различных спецслужб и так далее. То есть трение между Арменией и ОДКБ это из этой же области? Ну да, конечно. Мне кажется, да. Ну вот вы говорите, что там влияние России, минимизировать его, но мы знаем катастрофическую, можно его так назвать, катастрофическую зависимость в плане экономики Армении от российской стороны. Мы помним, что там очень много предприятий, очень важных, они были приватизированы и управляются российскими компаниями. Реально ли это? Возможно, есть какой-то план, мы не знаем. Возможно, западные партнеры пообещали Пашиняну, что они перекупят или, я не знаю, инвестируют во все эти объекты. Все может быть. Возможно, Пашинян после того, как попрощается с Россией, он их национализирует и потом привлечет западные инвестиции. Мы не знаем, как будут развиваться события. Но в любом случае, хочется сказать, что для нас, для нашей страны, если мы будем говорить об этом, в данном случае нет ничего плохого. Нам остается только лишь наблюдать за тем, что там происходит. И при различных исходах мы можем стать бенефициаром и вообще выгодополучателем того, как будут развиваться события в Армении после этого. Ну, если предположить, какой может быть реакция Кремля на те события, которые происходят сейчас, мы помним, что реакция официальных лиц российских ООО, когда вот была первая миссия, немногочисленная, она была достаточно охарактеризуема как раздражение. Какое она может быть сейчас? Скорее всего, она будет точно такой же. Тем более, за последнее время мы наблюдаем за тем, как реакция Москвы, реакция Кремля, она достаточно, если так можно выразиться, топорно, однобока, далека от дипломатического какого-то окраса. Поэтому, скорее всего, она будет такой же. Я думаю, Москва не будет скрывать своего раздражения. И мы это увидим в ближайшее время и по заявлениям МИД, и по различным телевизионным программам, и по различным заявлениям различных экспертов российских депутатов и так далее. Безусловно, она будет, и она будет не может. Камин Бай, большое спасибо за ваш комментарий. Благодарю вас. До свидания. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был медиа-директор Global Media Group. Камин Гамидов. Продолжаем выпуск. В Страсбурге начала работу зимняя сессия парламентской ассамблеи Совета Европы. Азербайджанскую делегацию возглавляет председатель комитета парламента по международным отношениям и межпарламентским связям, руководитель постоянной делегации в ПАСЭ, саммит СИИДов. В первый день сессии парламентарии избрали председателя ассамблеи. Им стал нидерландский парламентарий Тинни Кокс. Зимняя сессия ПАСЭ продолжит работу обсуждением текущих вопросов и срочными дебатами. Во второй половине дня будет заслужен отчет о деятельности бюро и постоянного комитета за истекший период, а также состоится обсуждение доклада о проблемах боевиков ИГИЛ, вернувшихся в государство члены Совета Европы из Сирии и других стран и членов их семей. И вот саммит СИИДов, глава делегации Азербайджанов ПАСЭ, выступил на зимней сессии организации. В своем выступлении саммит СИИДов отметил, что два года назад Азербайджан освободил свои земли от оккупации, восстановил справедливость. Цитата, за два года мы сделали все для мира. Чтобы сорвать эти мирные переговоры, армянская сторона всегда пытается обмануть международные институты, используя фразу «блокада лачина». Саммит СИИДов отметил, что они делают это из-за того, что осознают, что потеряли свою силу. Также он посоветовал Армении начать думать о прочном мире в регионе вместе с Азербайджаном, а не умолять международные организации. Продолжаем выпуск. Лидер немецкого движения «Патриотические европейцы против исламизации Запада» Эдвин Вегенсвельд публично разорвал и сжег Коран перед зданием Палаты представителей Нидерландов в Гааге. Акция была направлена на поддержку датского политика Расмуса Палудана, которого раскритиковала общественность после публичного сожжения священной книги мусульман перед посольством Турции в Стокгольме 21 января. На ролике, распространенном в сети, Вегенсвельд с рупором в руках разрывает Коран, а после прыгает на оторванных листах. По данным источника, в этот раз полиция не стала арестовывать мужчину, в отличие от предыдущих акций протеста. Антитурецкие демонстрации в Швеции и процесс вступления страны в НАТО президент Турции Раджаб Тайб Эрдоган обсудил сегодня с кабинетом министров. Глава Турецкой республики заявил, что Швеции не стоит рассчитывать на поддержку Анкары в вопросе вступления в НАТО после инцидента с сжиганием Корана. Эрдоган также обвинил шведские власти в поддержке врагов ислама. Турция ожидает от Швеции неукоснительного выполнения всех обязательств по противодействию терроризму, которые предусмотрены в подписанном сторонами в июне этого года меморандуме. В противном случае Анкара не одобрит заявку на вступление Швеции в НАТО. Об этом заявил замглавы правящей турецкой партии «Справедливости и развития Нуман Куртулмош». Комментируя скандальную акцию протеста с сожжением Корану посольства Турции в Стокгольме, политик заявил, что Турция не против вхождения Швеции в НАТО. Однако, если подобные случаи будут повторяться, Турция ни при каких обстоятельствах не одобрит присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу. Власти Турции ранее выразили решительный протест в связи с этой акцией. Официальный представитель президента Турции Ибрагим Колын назвал произошедшее в Стокгольме современным варварством. А глава турецкого миноборона Хулуси Акар сообщил об отмене намеченного на 27 января визита в Анкару министра обороны Швеции Пола Йонсона. Эксперты, комментируя демонстративное сожжение Корана у стен посольства, отмечают, что подобные действия – это не просто протест против ислама, а своего рода вызов всей Турции. Действия подобного рода происходят не впервые. Мы уже были свидетелями таких случаев в Голландии, Бельгии, Париже и Германии. Для Швеции, которая находится в процессе вступления в НАТО, неприемлемо сохранять такое отношение и поведение. Учитывая происходящее, невозможно действовать сообща. В таком случае Турция не готова принимать происходящее. Сейчас Швеция позиционирует себя как государство, которое должным образом не чувствует ответственности за обеспечение безопасности. В этом случае страна, которая не может выполнить такие основополагающие пункты, не может стать членом Североатлантического альянса. Швеция находится в позиции просящей страны. Она хочет стать членом НАТО, добиться того, что по сути зависит от Турции. Последняя, в свою очередь, обладает правом выбора – предоставить Швеции то, чего она хочет или нет. Если ты оскорбляешь страну от решения, которой ты зависишь, в современном мире это не играет в твою пользу. Мы видели очень смешанное заявление шведского премьера после произошедшего. Он говорил о каких-то ценностях и все в этом роде. Но что он собирается делать? Вполне возможно, что ничего. Глава президентского управления по коммуникациям Турции Фахредин Алтон также высказался по этому поводу в своем интервью в шведской газете и сообщил, что в процесс ратификации Анкарой заявки Швеции на членство в НАТО займёт столько времени, сколько потребуется. Алтон сравнил публичное сажение Корана с «Хрустальной ночью» в Германии 1938 года, когда нацисты сжигали священные тексты Туре. И это длилось десятилетия. Македонии пришлось изменить своё название, чтобы стать членом НАТО. Озабоченности Турции куда серьёзнее. Речь идёт о террористических атаках, убивших тысячи невинных людей. Премьер-министр Швеции Ульф Кристерсон осудил акцию с сожжением Корана у посольства Турции в Стокгольме, назвав это неприемлемым актом неуважения. Однако, по его словам, инцидент не является нарушением закона. Об этом политик заявил в своём твиттер-аккаунте. Он отмечает, что свобода слова – это фундаментальная часть демократии. С осуждением сожжения копии священной для мусульман книги выступили несколько арабских стран и организаций. Лига арабских государств, Совет сотрудничества арабских государств Персидского залива, Организации исламского сотрудничества, а также крупнейший в мире исламский университет Алясхар. Негативно на произошедшее отреагировали внешнеполитические ведомства Бахрейна, Египта, Ирака, ОАЭ, Саудовская Аравия и других арабских стран. Сам же лидер датской правоэкстремистской партии «Жёсткий курс» Расмус Полуден, который и устроил резонансную акцию протеста у знания турецкого посольства в Швеции, заявил, что не ожидал такой бурной общественной реакции, добавив, что не сожалеет о произошедшем. Ну а сейчас в эфире блок экономических новостей, который представит моя коллега Нигяр Рахманова в рубрике «Финтаймс Карбарин». Компания BP начала бурение новой разведочной скважины на контрактном участке в Шахдемис. Осуществляется работа в рамках соглашения о разведке, разработке и распределении добычи на месторождении расположена в азербайджанском секторе Каспийского моря, о чем, собственно, сообщила сама компания BP Азербайджан. Бурение скважины осуществляет полупогруженная буровая установка имени Гейдара Алиева. Установка была доставлена на участок, где происходит бурение в декабре 2022 года. Предполагается, что общая глубина скважины составит около 7 тысяч метров. На ее бурение уйдет около года. В 2022 году доходы сводного бюджета Азербайджана превысили 42 миллиарда 289 миллионов монатов. Расходы составили 35 миллиардов 61 миллион монатов. По данным Министерства финансов Азербайджана, по сравнению с 2021 годом доходы увеличились на 25%, а расходы на 17%. В результате в сводном бюджете образовался профицит в размере свыше 7 миллиардов 228 миллионов монатов. Это на 84% больше прошлогоднего показателя. Что касается государственного бюджета, то по данным Минфина доходы страны в 2022 году составили более 30 миллиардов 660 миллионов монатов. По сравнению с 2021 годом поступления в бюджет выросли на 16%. Расходы госбюджета за прошлый год превысили 32 миллиарда монатов, увеличившись на 17%. Грузоперевозки по среднему коридору могут быть упрощены за счет внедрения цифровых решений, заявил об этом первый заместитель председателя Госкомтаможни Азербайджана, временно исполняющий обязанности председателя Шахин Багиров. Он встретился с главой дирекции по наращиванию потенциала Всемирной таможенной организации Таилам Кангам, представитель Госкомтаможни, отметил важную роль международного сотрудничества в изучении современных вызовов, решений и технологий в таможенной сфере. Он также подчеркнул, что Всемирная таможенная организация играет важную роль в построении таможенного дела на научных основах, изучении и акценте на передовой опыт. Причем перспективы в развитии транспортных коммуникаций между странами региона большие. Есть колоссальная перспектива транспортировки товаров через эту цепочку, то есть бывший, мы скажем, великий шоковый путь, да, то есть, потому что Казахстан граничит с Китаем, и большой потенциал именно товаров, товарооборота через Казахстан может пойти вот из порта Актау в порт Алят. Думаю, что Средний Коридор это абсолютно исключительная фантастическая инициатива. Я полагаю, что на самом деле это большая надежда для Европы в данный момент, потому что ситуация следующая. Азербайджан, страны Центральной Азии, Грузия, все они объединяются, чтобы реализовать эту инициативу. Во-первых, в настоящее время очень дорого привозить продукты и другие товары быстро из Китая. Средний коридор практически сокращает время транспортировки на 15 дней, что совершенно невероятно. А еще есть тот факт, что доставлять вещи по железной дороге намного дешевле, чем по морю. Если мне не изменяет память, только 8% товаров, привозимых из Китая, действительно проходят через Северный коридор. Данный маршрут действует в обход России и не пересекает российскую территорию. Это означает, что препятствовать поставкам продуктов она не сможет. Одно из преимуществ Среднего коридора заключается в том, что страны, участвующие в этом гигантском проекте, поддерживают хорошие отношения, считают эксперты. Причем данный маршрут обсуждается на международном уровне. На площадке Всемирного экономического форума в Давосе прошло панельное заседание на тему «Евразийский средний коридор» от пути до магистрали. Там президент Ильхамалиев заявил, что в качестве естественного географического моста между Западом и Востоком Азербайджан за последние годы вложил крупные инвестиции в транспортную инфраструктуру. Фактически все необходимые инфраструктурные объекты в Азербайджане готовы принимать больше грузов, отметил глава государства. Грузоперевалочная способность морского порта Алят, которая составила 15 миллионов тонн, будет расширена до 25, и на этом уже выделен бюджет. Рост потока грузов ожидается в связи со сложностями транспортировки по традиционным маршрутам. Между тем, открытие новой рынки сбыта продукции для производителей трех стран позволит железнодорожная магистраль, которая соединит железные дороги Узбекистана, Китая, Кыргызстана с выходом на страны Персидского залива, Турцию и Европейскую сеть железных дорог. На данный период проводится технико-экономическое обоснование проекта. Участники проекта тесно сотрудничают друг с другом. В частности, по оценкам экспертов, торгово-экономические отношения Узбекистана и Китая укрепляются. Именно каким направлениям и сферам уделяется особое внимание, расскажет наш корреспондент из Узбекистана Борщиной Мусалям Кызы. Борщиной, здравствуйте, вам слово. Здравствуйте, Нигиар. Здравствуйте. Прежде всего, я бы хотела отметить, что в прошлом году Узбекистан и Китай отметили 30-летие дипломатических отношений. И за этот период Китай превратился в основного торгового партнера Узбекистана. То есть за эти 30 лет резко увеличился объем китайских инвестиций в узбекскую экономику. Китай в основном вкладывается в проекты по транспортным коммуникациям, в энергетический сектор, некоторые строительные отрасли, включая производство цемента. Особое внимание уделено поддержке развития гидроэнергетики в Центральной Азии, а в случае с Узбекистаном это строительство малых ГЭС. Здесь Китай предлагает не только финансовую поддержку, но и свои технологии. Кроме этого, Китаю выгодно сотрудничать с узбекской стороной еще и потому, что республика находится географически и в самом сердце Центральной Азии. Это дает возможность поднебесной через Узбекистан достигать лучшего взаимодействия со всем регионом, включая также Афганистан, потому что Афганистан одинаково актуален как для Пекина, так и для Ташкента. Также для Китая Узбекистан интересен с точки зрения богатых природных ресурсов, а также своей рабочей силы. В течение последних трех лет Китай сохраняет позицию первого торгового партнера Узбекистана. Так же было и в прошлом году. По данным Госкомстата, до пандемии ежегодные объемы двустороннего товара оборота увеличились в среднем на 30-40%, а в 2020 году наблюдалось незначительное сокращение взаимной торговли, но это на фоне ковида. Но уже в 2021 году объемы двусторонней торговли достигли почти 7,4 миллиарда долларов. А за первые 10 месяцев 2022 года товарооборот достиг 8,2 миллиарда долларов. А в целом за 30 лет объем взаимной торговли между Узбекистаном и Китаем увеличился более чем 140 раз. И как отмечают эксперты, за последние пять лет КНР увеличила импорт своих товаров Узбекистан на 20%, в частности в 2022 году еще на 7%. Доля узбекского экспорта несопоставима ниже, но это не означает отсутствие интереса. Просто у Узбекистана экономика сравнительно меньше. Более того, китайский рынок очень сильно защищен от экспортеров. Еще один важный момент. Нынешний Узбекистан значительно преуспел в вопросах улучшения бизнес-среды и инвестиционной привлекательности. За последние годы в рейтинге Doing Business страна поднялась более чем на 20 пунктов. Также Узбекистан стремительно разбивает промышленность. Это выгодно для Китая, который может предложить узбекским предприятиям новейшие технологии. И в этом направлении есть немало проектов. Если посмотреть на структуру узбекского экспорта в Китай, ориентируясь последними данными Всемирной торговой организации, то первое место занимает различные виды газа. Это 90% экспорта узбекского сырья. Здесь следует подчеркнуть, что объем экспорта газа в республике ежегодно сокращается на 12%. И понятно почему. Потому что Узбекистан в последние годы воплощает программу развития газохимической отрасли. Для этого необходимо перерабатывать добываемый газ внутри страны и выпускать из него готовую продукцию. Далее по списку экспортных категорий идет хлопковая пряжа. Половину всей своей пряжи Узбекистан экспортирует в Китай. И между прочим в последние пять лет поставки пряжи увеличились почти на треть. Следом идет медь. Треть экспорта меди Узбекистана поставляется в Китай. На четвертом месте химические соединения. Это 26% от экспорта. После них мы можем видеть овощи и фрукты. Их объем за последние пять лет действительно сильно увеличился. Почти в 20 раз. Но это произошло за счет определенных видов продукции. В частности за последнее время резко увеличилась продажа в Китай Маша. В 22 году Узбекистан вышел в абсолютное лидерство по продаже Маша в Китай. Поставка Узбекистана лишь определенных видов сельхозпродукции в КНР объясняется в первую очередь с гастрономическими предпочтениями китайцев. К примеру, узбекская черешня распродается как только появится на прилавках. Узбекский маш, красный перец, дыня, мед и другие продукты также подкупают своим качеством, экологичностью и низкой стоимостью. Также нужно понимать, что китайская экономика это экспортоориентированная. Сам Китай много чего производит и удовлетворяет потребности внутреннего рынка. Но с недавних пор ситуация как бы начала меняться. Это связано с принятием новой китайской стратегии, нацеленной на развитие экономики за счет роста внутреннего потребления. Сейчас население Китая более платежеспособное. Они могут покупать больше продуктов. И наши эксперты считают, что это как раз удобный момент для увеличения узбекского экспорта в Поднебесную. Также Китай интенсивно покупает отходы шелководства, в том числе коконы, непригодные для разматывания. 90% такого сырья на местные рынки поставляют именно Узбекистан. И как считают эксперты, не исключено, что со временем страна станет больше экспортировать товары промышленного производства, в том числе продукцию газохимической отрасли. Также я бы хотела отметить, что за последнее время были реализованы ряд крупных проектов в рамках инициативы «Один пояс, один путь». Среди них железнодорожный туннель «Ангрен-Пап» через перевал Камчик, комплекс по производству ПВХ в Новоистской области, газопровод «Китай, Центральная Азия», Кунградский содовый завод в Каракалпакстане. А вот в ближайшее время будет введена в эксплуатацию тепловая электростанция мощностью 1500 мегаватт в Сардаринской области. Ее построила китайская компания. И новая ТЭС будет ежегодно вырабатывать 10 миллиардов киловатт-часов электроэнергии и позволит экономить порядка 2 миллиардов кубических метров природного газа. Также на сегодняшний день на повестке дня двух стран находится проект строительства железной дороги Китая-Крыгызстан-Узбекистан. Буквально на днях открылся совместный проектный офис по координации данного проекта. Китайские специалисты уже завершили полевые исследования на территории Кыргызстана и приступили к составлению доклада для подготовки технико-экономического обоснования. И ожидается, что эта работа будет завершена в первом полугодии 2023 года. Да, и мы надеемся как раз, что эта железная дорога станет хорошим альтернативным маршрутом для того, чтобы взять тот груз, который уже идет по традиционным маршрутам и как-то исправить ситуацию, которая происходит с цепочками поставки. Естественно, Китай выступает крупным игроком и рынком для сбыта продукции. Спасибо за столь подробный ответ. Спасибо. Была обращена Мусалям Кэзэ, корреспондента из Узбекистана, а мы продолжаем выпуск. С 1 января 2023 года Азербайджан расширяет список стран, водителям из которых предоставляются страховые полисы, зеленая карта. С начала года они доступны заявителям на транспортные средства, зарегистрированные в Грузии и Казахстане. Об этом говорится в пресс-релизе Центрального банка Азербайджана, а таким образом расширились возможности представления местного страхования на международном уровне. Фактически Азербайджан начал экспортировать страховые услуги. Данная работа ведется в рамках реформы в области страхования, отмечают в Центробанке. И ранее были интегрированы системы страхования зеленая карта Азербайджана и Турции. Это дало возможность в электронном виде определять срок действия зеленой карты при пресечении границ с автомобилями, зарегистрированными в двух странах. Такая интеграция является первой и образцовой практикой для всего мира, отметили в Центральном банке. Она предотвратила пресечение границ с поддельными страховыми сертификатами Green Card. В 2022 году рост внутренних инвестиций в Азербайджане составил почти 14% по сравнению с 2021 годом. В том числе капитальные вложения компании, находящихся в государственной собственности, выросли на 12%, в частных компаниях более чем на 6%. Объем средств, направленных на строительно-монтажные работы, вырос почти до 17%. Об этом в Твиттер написал министр экономики Азербайджана Микел Джабаров. Отметим, что в Азербайджане в 2022 году инвестиции в основной капитал составили 18 млрд. 272 тысячи монадов – это на 5,5% больше, чем за 2021 год. При этом инвестиции в ней в нефтегазовом секторе увеличились почти на 14%. Альфабет стала последним технологическим гигантом среди тех, что уже сократили численности работников вслед за быстрым ростом и набором кадров в период пандемии COVID-19. Материнская компания Google объявила сокращение 12 тысяч рабочих мест – это 6%. Генеральный директор компании Альфабет сообщил об этом решении 20 января в электронном письме сотрудникам. По его словам, экономическая реальность при наборе сотрудников во время роста компании была другой. Был проведен тщательный анализ в отношении своих текущих операций. Сокращения были объявлены через несколько дней после того, как конкурент Google, компания Microsoft заявили, что уволят 10 тысяч сотрудников, то есть почти 5% своего штата. Давайте вернемся до ковидный период и посмотрим, насколько вырос тот же самый Amazon, Google или Facebook за последние три года. Количество людей, альфабет, материнская компания Google выросло где-то на 20-24%. Amazon вырос более чем в 2 раза. Поэтому во время пандемии, постпандемический период, который сейчас происходит, у меня есть такое ощущение, что компании Google или Amazon перенабрали сотрудников, рассчитывая на более быстрые темпы восстановления экономики и восстановления глобального спроса. И сейчас последствия этих решений заключается в том, что тех людей, которых они перенабрали, было принято решение части для Google. И завершение увольнения носят глобальный характер и сразу же напрямую затронут сотрудников в США. Альфабет уже отправил электронные письма сотрудников, на которые коснулись сокращения, говорится, в служебной записке. В то же время, Олег, в других странах процесс увольнения займет больше времени из-за специфики местных законов и отличной от США практики трудоустройства. Вам слово. Очень интересно. Большое спасибо, Нигер. Это был блок экономических новостей. В рубрике «Финтаймс Корборен» мы продолжаем выпуск. Возможны любые ответные меры. Так, в Иране отреагировали на возможное признание в Европе корпуса стражей исламской революции, элитного подразделения вооруженных сил Ирана, террористической организации. Одной из таких контрмер может стать выход официального Тегерана из ядерной сделки. При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Буррель назвал главные условия признания КСИР в Евросоюзе террористической организации. Иран не исключает возможность выхода из договора о нераспространении ядерного оружия. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Осейн Амир Абдуллахиян. Комментируя недавнее намерение Европейского Союза объявить корпус стражи исламской революции террористической организации, министр заявил, решение парламента Ирана, которое обязывает правительство признать армии европейских стран террористическими, является контрмерой. Договор о нераспространении ядерного оружия – многосторонний международный акт, целью которого является установление преграды на пути расширения круга стран, обладающих ядерным оружием. Иран также подписал этот договор. Однако, начиная с 2004 года, страна находится под подозрением в его нарушении и разработке ядерного оружия. Возможное причисление элитных подразделений вооруженных сил Ирана к террористическим организациям на территории ЕС прокомментировали и в самом Европейском Союзе. По этому вопросу есть много интересных мнений, но такое решение не может быть принято без постановления суда. Нельзя просто объявить кого-либо террористом, просто потому, что он тебе не нравится. Суд одной из стран-членов ЕС должен принять юридическое решение с конкретным осуждением. После этого мы сможем работать на европейском уровне. Подобные шаги в отношении КСИР, по мнению экспертов, могут положить начало заморозке каких-либо связей с Ираном. А вероятный выход Ирана из ядерной сделки можно расценивать как серьезный сигнал, дестабилизирующий не только региональные, но и международные отношения. Объявление КСИР террористической структурой равносильно объявлению Ирана террористическим государством, поскольку КСИР является фактически государством в государстве в Иране. Это влиятельнейшая не только структура в сфере безопасности. У КСИР есть очень серьезные активы в экономике Ирана. КСИР принадлежит очень много ведущих компаний Исландской Республики, банков, другой инфраструктуры. Это, естественно, серьезным образом изменит региональную политику как минимум. Эти меры против действий Ирана не заканчиваются. На заседании министров иностранных дел стран-членов Евросоюза принят уже четвертый пакет санкций в отношении Ирана. Ранее британские власти заявляли о том, что собираются признать корпус стражи Исландской революции террористической организацией. А в декабре Евросоюз ввел санкции против КСИР за казнь и насилие в отношении невинных людей. США внесли элитные подразделения вооруженных сил Ирана в террористический список в 2019 году. Эсмиралий Вассибиси. Отсутствие на международном конгрессе в Иране под названием «Влиятельные женщины первых леди важных мусульманских стран» подтверждает кризис в отношении Ирана со своими соседями. Об этом говорится в статье, опубликованной изданием «Иран Интернешнл». Согласно источнику, ожидалось также, что первые леди ближайших друзей Ирана, а именно России, Китая и Сирии, или по крайней мере несколько министров или парламентариев этих стран примут участие в конгрессе. Но, по-видимому, МИД Исламской республики не справился с этой задачей. В статье также говорится о том, что супруга премьер-министра Армении присутствовала на конгрессе в ситуации, когда Иран ведет холодную войну с Азербайджаном. Таким образом, визит первой леди Армении в Иран – это скорее послание Азербайджану и его региональному союзнику Турции, чем проявление уважения к Исламской республике, подчеркивается в публикации. На этом наш выпуск подошел к концу. Спасибо, что были с нами. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова А.Кулакова А.Кулакова